Как выполняются в регионе мероприятия по завершению строительства проблемных домов в 2022 году? Что еще предстоит сделать? Эти вопросы обсуждались сегодня на заседании парламентской рабочей группы по вопросам мониторинга реализации мер, связанных с защитой прав и законных интересов дольщиков. Мониторинг выполнения обязательств перед дольщиками ведется непрерывно. В парламентской рабочей группе депутаты, руководители отраслевых структур, администрации региона и мэрии Волгограда, органов гостроинадзора, представители прокуратуры, регионального фонда защиты прав дольщиков. Задачи 2022 года выполняются в плановом порядке. Предстояло восстановить права 650 граждан, вложивших средства в строительство девяти многоквартирных домов. В настоящее время введены три объекта в жилом комплексе «Парк Европейский» и один в ЖК «Дом на бульваре». До конца года завершится строительство дома «Вахтуба-сити-парк» в Волжском. Готовность 95%. Сейчас управляющей компанией проводим испытания и передачу внутренних инженерных систем. По воде, по канализации, по всем все решено. Далевым собственникам еще четырех проблемных домов предоставлены денежные компенсации. В следующем 2023 году предстоит защитить законные интересы еще более чем 270 человек, завершив три долгостроя. Это 25-этажный дом в парке «Европейском», высотка в комплексе «Петровский-2» и 14-этажный дом на улице «50 лет Октября» в Красноармейском районе. Строительство объектов идет в соответствии с графиком. Таким образом, задача, которая поставлена губернатором перед всей региональной командой по завершению вопросов, связанных с восстановлением прав обманутых дольщиков, будет решена в 2023 году. Никаких сомнений у нас в этом нет. Весь комплекс мер, который принят в регионе, а он очень такой объемный, и, собственно, он корректировался, все региональное законодательство, исходя из ситуации на каждом объекте, дополнялся новыми мерами, показал свою эффективность. Опыт Волгоградского региона получил высокую оценку федерального центра. Вопросы решаются в тесном взаимодействии всех ветвей власти надзорных органов строительного сообщества. Создана эффективная законодательная база, предусмотрена разноплановая поддержка добросовестных застройщиков, взявших на себя обязательства по завершению проблемных домов. С 2014 года удовлетворены требования более чем 9,5 тысяч граждан по 100-3 домам. Наряду с областными действуют федеральные меры. Это позволяет завершить объект в случае отсутствия заинтересованности частного инвестора, для чего с 2019 года работает региональный фонд защиты прав дольщиков, или предоставить компенсационные выплаты. Ирина Абрамова, Рубентальский, Время новостей.